Игровая площадка – это любимое место отдыха многих ребят. На ней можно шумно и увлекательно провести время со своими друзьями, побегать и попрыгать. Это радует не только детей, но и их родителей, которые могут спокойно сидеть рядом и заниматься своими делами, и изредка наблюдают за своим чадом. Но достаточно ли простого наблюдения? Действительно ли безопасны малые формы, установленные на городских площадках? Ответ на этот вопрос искал наш корреспондент Татьяна Акимова. – Катя, доченька, идём покатаемся на качельках. На этих можно покататься. Татьяна, прежде чем разрешить прокатиться маленькой дочке на качалке или каруселях, обязательно проверяет, насколько они пригодны. – Смотрим отдельно. Качели в рабочем состоянии катаемся, в нерабочем уходим на другие. По словам Татьяны, в последнее время найти подходящую площадку несложно. Появилось много новых. Но, тем не менее, не все места для игры спорта на 100% безопасны. – В приестре муниципальной собственности на настоящий момент числится порядка 50 площадок. А всего их порядка 90. То есть 40 площадок подпадают под исхозяйные. Некоторые из этих детских и спортивных площадок были построены ещё в 20 веке предприятиями. Другие остались от застройщиков, третьи возводились по инициативе товариществ собственников жилья и не были приняты на баланс города. По решению межведомственной комиссии часть форм отремонтируют, остальные безжалостно снесут, чтобы на их месте обустроить современные места для детских игр. В этом году мы разработали, с учётом пожеланий жителей, новый стандарт детской площадки. Площадки утверждены. В этом году мы построим 11 таких площадок, пока утверждённых бюджетом, три площадки для воркаута. Но даже новая детская площадка не может гарантировать полной безопасности. Качели ломают, крепежи откручивают. Ответственность за исправность оборудования на детских площадках и уборку территории возложена на работников ЖКХ, обслуживающих конкретный двор или сквер. Они должны проводить визуальный осмотр малых форм. Все крепежные элементы, которые имеются, гайки, болты, сварные соединения, элементы, где дети на тех же качелях садятся, должны иметься доски, сидения, не должно быть видимых повреждений. Что касается возрастных ограничений эксплуатации горок и качелей, то на всех игровых площадках должны быть установлены информационные щиты, где прописаны правила, а также номера телефонов скорой помощи и службы спасения. Конечно, не везде эти нормы соблюдены. И всё же, кто бы не неё соответственность, прежде всего мы, родители, заинтересованы в безопасности наших детей.